Вы замечали, что когда вы красите седые волосы, краска очень быстро вымывается с седых волос И эта неприятная неожиданность очень портит вам настроение Рано или поздно почти все сталкиваются с этой проблемой И в этом ролике я вам расскажу о самом простом способе окрашивания седины Hi everyone, с вами Ева Лорман Мой девиз – красота – это просто Я получила огромное количество комментариев и больше вопросов после ролика на тему окрашивания седины Ссылка на ролик будет в описании И я решила не просто отвечать на комментарии, а снять целый сериал Итак, летс говушки, друзья! Седые волосы – это тот еще зверь, который плохо поддается украшению И в нашем случае окрашиванию И почему седина закрашивается плохо, смотрите вот в этом ролике Итак, мы знаем, почему седина плохо окрашивается Но косметическая промышленность не стоит на месте Она знает все потребности клиента Когда в салон приходит клиент с седыми волосами Мастер уже знает, что ему с ним делать Конечно, если мастер знает, как работать с сединой Предположим, приходит клиент с седыми волосами и говорит Покрасьте мне, пожалуйста, в русый цвет Не знающий человек Что делает? Его попросили покрасить в 7-0 Он берет 7-0 и красит И одна из самых ожидаемых неприятностей – это непрокрашенная седина То есть она, возможно, будет и прокрашена Никто не спорит, что краска вообще не ложится Нет, она ложится Но в местах, где локализация седых волос, мы наблюдать будем просветы Рядом волосы будут более насыщенные, а седые волосы будут полупрозрачные Они будут тоже цветные, с каким-нибудь отвратительным оттенком Но они будут отличаться от общей массы цветных, хорошо окрашенных волос Как бы в общей массе это не так заметно Когда седина рассеянная А если седина локальная А локализация обычно именно у лица И после того, как мы помыли клиенту голову Мы наблюдаем такую картину Волосы полностью покрашены Но стоит вот только вот так вот сделать И мы увидим, что а виски-то не прокрасились Ммм, как неприятно Блин И часто мастера, которые понимают, что они что-то сделали не так Они сразу говорят О, это ваша проблема Это ваши седые волосы так себя ведут Вот так вот Ну что поделаешь Что мастер такой, не знаю что делать Что клиент такой, да, ну ладно Буду знать И после таких нескольких косяков мастера думают Так, чего-то у меня тут недоучено Мы сегодня хотим обсудить вот этот интересный вопрос Как можно быстро покрасить седые волосы более равномерно И чтобы краска быстро не смылась с волос Итак, клиент наш приходит и говорит Хочу 7.0 И знающий этот вопрос мастер Не возьмет 7.0 Вернее, не только его возьмет А он обязательно возьмет еще дополнительно Специальную серию для окрашивания седины И эта серия в профессиональных красках Как правило, находится рядом с серией Просто с одним нолем То есть идет ряд натуральный А рядом будет ряд для седых волос Натуральный ряд для обычного окрашивания Пронумерован такими цифрами 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 И так до 12 уровня А вот ряд для седины Он пронумерован с двумя нулями В профессиональных красках, как правило, такие серии существуют Они так и называются Специальная серия для седых волос В чем же особенность или отличие Между красками с двумя нулями Или красками с одним нулем А все достаточно просто В краске с двумя нулями Содержится повышенное содержание Специальных цветных пигментов Которые отсутствуют в седом полосе То есть эта краска будет имитировать натуральный пигмент Если мы такую краску добавляем при окрашивании Мы, так скажем, восполняем недостаток натурального пигмента Которого нет в седом полосе Вот и все А это говорит о том, что покрасившись таким методом С использованием специальной серии для седых волос Делаем так, что наше окрашивание будет равномерным И второе, наше окрашивание будет долгосрочным И тут возникает у вас резонный вопрос Например, я вижу палитру Там 100 оттенков И я хочу, например, быть не просто натуральной дворянкой Хочу быть баклажанной И что теперь делать? А все очень просто Вы должны выбрать любой цвет, который вам понравился И в этот цвет, в зависимости от процента седины Добавляется краска для седых волос Вот и все! Та-дам! Этот способ называется препигментация Препигментация – это заполнение пустот образовавшихся в волосе вместо меланина Вот что означает препигментация Вообще, это очень важный момент И я вам советую о ней помнить Потому что препигментация при седине – это понятия неразделимые Сейчас мы обсуждаем вопрос Приходит клиент, и он хочет покраситься в какой-то из цветов до девятого уровня тона То есть до блондов О блондах будет отдельный ролик в этом сериале Потому как блонды требуют отдельного объяснения Вот он хочет семерку 7.0 И говорит – хочу 7.0, хочу русый цвет Что должен сделать мастер? В первую очередь, мастер должен обратить внимание на процент седины Если у клиента или у вас до 40% седины А как правильно определить процент седины Смотрите вот в этом ролике То вы тогда берете одну часть краски для седых волос И две части обычной краски Приведу пример на краски, которая будет в общей массе 60 грамм 20 грамм для седины и 40 грамм основного цвета Есть еще более тонкие расчеты Но я думаю, что нам и этого должно быть достаточно Ваша задача выбрать себе цвет краски А задача мастера, или если вы сами себя красите В эту краску добавить краску для седых волос И все, вот в таком соотношении Если у вас седины до 40% А как же выбрать номер краски для седины? Ответ простой Ориентируйтесь на первую цифру Она должна быть такой же Или ближайшей к первой цифре основного цвета Например, вы берете 7.0, значит краска для седины это 7.00 Если вы берете, к примеру, 5.4 как основной цвет То краска для седины должна быть 5.00 Если вы берете основной цвет 3.0, это брюнет А краски для седины 3.00 нет То тогда берете ближайшую цифру краски для седины к этой цифре К цифре 3 На каком оксиде красится? Самый рабочий низкий процент Это 6% оксид У него самая стабильная закрашиваемость Но есть случаи, когда и тройкой работают люди И в общем-то ничего То есть, есть индивидуальные, конечно, случаи Когда можно и тройкой воспользоваться И она может взять вашу седину Кто хочет сохранить свои волосы Или понимает, что шестерка это слишком для него Или она вызывает аллергию Или вы вообще боитесь 6% оксид Потому что он для вас кажется сумасшедшим просто По сравнению с тройкой В общем, все варианты можно рассматривать Можно тестить и тройку Можно тестить и шестерку После нанесения краски надо Первое, прогреть волосы горячим феном около 5 минут И второе, надеть утепляющий колпак В домашних условиях это может быть пакет И сверху пакета надеть полотенце Особенно это полезно при стекловидной седине Время выдержки, как указывает производитель Примерно 30 минут Такое окрашивание волос называется с доступом тепла Оно крайне полезно именно при стекловидной седине И вообще плохо окрашивающихся волос Доступом тепла мы обеспечиваем более сильное открытие чешуек А как мы уже знаем из первой серии Именно этот момент не дает краске проникнуть внутрь волоса Поэтому мы должны создать доступ тепла искусственно Есть еще один способ, который позволит снизить процент оксида Но сегодня не об этом Сегодня мы говорим именно о более простом окрашивании седины И второй случай Если у вас до 100% седины, то есть вы практически белая То ваше соотношение будет такое Одна часть краски для седины и одна часть обычной краски То есть один к одному поровну Все это смешивается Естественно потом добавляется оксид И вуаля наносим на голову Оксид добавляется в таком же соотношении, как пишет ваш производитель Это может быть один к одному или один к полтора Это самый простой способ окрашивания седины Для того, чтобы краска легла ровно и дольше задержалась в ваших волосах Но это не говорит, что это единственный способ И это не говорит о том, что именно он вам поможет Потому что при наличии стекловидной седины, которая никак не хочет вам поддаваться Там уже другая, более сложная система Хотя она не очень сложная Там добавляется просто один шажочек О котором мы поговорим с вами в следующем ролике Я это разделила для того, чтобы у вас не образовалась каша в голове Пока я рассказываю вам основные принципы работы с сединой А далее в сериале я буду рассматривать частные, частые случаи И отвечу на большинство ваших вопросов Именно этот способ подойдет, я думаю, в 50% обладателям седых волос Из этого следует сделать вывод, что можно таки дружить с сединой Если знать, как ее красить Итак, мы рассмотрели один из самых простых и бюджетных вариантов Как красить седину, чтобы краска легла равномерно Держалась дольше и не выпендривалась А на сегодня все Надеюсь, ролик был для вас полезным Подписывайтесь на мой канал, в котором я рассказываю И показываю, что красота на самом деле просто Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»